Соглашение тоже уже обсуждалось в сети. Кто его видел, мог внести поправки. Поправки были приняты, внесены. Документ получается немножко скучный и некоторые вещи очевидны, но лучше заранее договориться, чтобы потом не было вопросов. Что такое русский марш? Общие принципы. Русский марш – это политическое шествие, которое проводится русскими национально-патриотическими силами ежегодно 4 ноября. Православный праздник Казанской иконы Божьей Матери и День народного единства. Важно понять, что это политическое шествие. Целью шествия является сплочение русского движения, русских организаций, отстаивающих интересы русского народа, русской нации, целостность и суверенитет России. В шествии выражает свои позиции в лозунгах, речевках и итоговой декларации, которые кратко отражают положение русского народа, стоящие перед ним задачи и требования к власти. В шествии могут принимать участие все без исключения граждане при условии соблюдения порядка, установленного оргкомитетом и законов России. Это тоже требование закона. Каждый может прийти, даже самый ненавистный нам человек может прийти и принять участие. Мы его не имеем права в огонять. Нам должен подчиняться общему порядку, который установлен туркомитет. В шествии могут принять участие общественные и общественно-политические организации, которые согласовали порядок своего участия с оргкомитетом и подтвердили свою готовность подчиняться общему порядку проведения мероприятия, разделять его главные лозунги и относят себя к русскому движению. То есть, если прибиваются к нам люди, которые, может быть, раньше не относили, а теперь говорят, мы хотим вместе с вами. Ну почему нет? Но если кто-то говорит, мы ваши враги, мы все равно придем и поставим здесь свои флаги, нет, мы должны сказать до свидания. В русском марше запрещено участие тех организаций, которые не разделяют основных позиций и принципов, объявленных оргкомитетом. Заведомо неприемлемым на русском марше считается присутствие организаций, отстаивающих интересы иных государств, действующих против России и русского народа, организаций, проповедующих аморализм, всякого рода извращения, безкультуре, а также организаций, замеченных в пропаганде русофобии. Вот, собственно, мы грани ставим, кто должен пойти в освоясь. На русском марше используется национально-патриотическая символика. Общим для всех организаций является черно-золото-белый флаг, а также историческая символика России. Не допускается присутствие флагов и символики недружественных в России государств и организаций, а также организаций, представляющих порожденные русскому движению, идеологии и неприемлемые моральные установки. Ну, понятно, о ком идет речь примерно, да? Участвующие организации могут использовать свои флаги, лозунги и раздаточный материал и вправе рассчитывать на помощь ответственных организаторов русского марша при проносе подобного имущества через полицейский контроль при условии отсутствия предварительной соглашения. Как у нас получается очень часто, мы пытаемся пронести что-то через рамки, там стоит вот такая рожа в наколках и говорит сюда, и в мусорное ведро все бросает. Вот, оргкомитет должен обеспечить пронос всего этого. Мало ли какие листовки проносит. А если они не противоречат, пусть идут. Вот, это вот с этим связано. Порядок согласования в оргкомитете. Оркомитет формируется на основе открытого вхождения в него русских национально-патриотических организаций. Ну, как вот мы никого не ограничиваем подписаться. Представители всех организаций, входящих в оргкомитет, берут на себя определенные обязанности в рамках своих возможностей. Понятно, у кого-то есть одни возможности, у кого-то другие. Кто-то сцену, кто-то там в СМИ и так далее. При обсуждении все участники обязаны стремиться к согласию и объединению общих усилий для успешного проведения русского марша. Как правило, решения принимаются общим согласием, без голосования. Отдельные члены оргкомитета могут высказать особое мнение, если оно расходится с мнением оргкомитета в целом. Ну, то есть, чтобы мы не занимались подсчетом голосов, что на самом деле очень дурной стиль, дурной вкус. Контакты с властями по поводу организации русского марша проводятся инициативными группами, которые подают заявки на согласование мероприятия. Кто бы не получил такое согласование, считает себя обязанным все вопросы решать совместно с другими организациями и учитывать их интересы. Спорные вопросы решаются на совещании к оргкомитета и рабочей группе. Ну, то есть, это означает, что лица, которым удастся все-таки согласовать, они не чувствуют себя главными в этом деле. Они наравне со всеми, все в равном положении. Порядок построения. Насколько русский марш проводится в день православного праздника, головную часть колонны формируют организации и отдельные участники шествия, несущие православную символику. Логично. Главная тема русского марша 2014 – Новороссия. Поэтому второй блок построения колонна с символикой Новороссии и плакатами в поддержку Новороссии. Там же символика, та же символика может быть использована и в других колоннах. В данной колонне предполагается отсутствие какой-либо символики, кроме новороссийской. Ну, логично. Может, это будет достаточно компактная колонна, ничего страшного. Знаменимая группа, как мы ее называем. Затем выстраиваются организации, относящие себя к русскому движению, имеющие исходные национально-патриотические ориентиры. Точная последовательность построения определяется оргкомитетом накануне шествия. Общим символом для этой части шествия является черно-золото-белый флаг имперка. За колоннами национально-патриотического направления формируются колонны социальных организаций, социал-патриотов. То есть, если кому-то имперка не очень годится, ну, значит, следующее. Мы никого не гоним, но предлагаем встать уже после имперских знаменов. Каждый из участников шествия вправе выбирать колонну, в которой ему идти. Движение в них колонн, если это не связано с фото-видеосъемкой или исполнением обязанностей, установленных оргкомитетом, рассматривается как уклонение от участия в шествии и нарушение его порядка. Что хотелось бы, чтобы не было таких бредущих соглядатов, которые нарушают общую картину. Они, в том числе, мешают, кстати, и журналистам снимать, и видео снимать. Вот этих людей мы должны им сказать, вы нарушаете порядок шествия. В колонну, пожалуйста, в колонну. Вот встали и, пожалуйста, идите. А вот сбоку у нас идут только те, кто осуществляет съемку или там безопасность обеспечивает или руководит. Логично. Следующий момент – это о том, как все строится. Рекомендуемый порядок построения. По 6-8 человек в шеренге, от 50 до 200 человек в колонне. По опыту больше трудно командовать. 200 человек уже плохо слышно от одного конца до другого. И шеренга 6-8 человек тоже мы пробовали. 8 человек, когда очень много приходит людей на шествии, 6 – это когда скромно. При численности менее 50 человек в колонне рекомендуется примкнуть к впереди стоящим. Ну, по желанию. То есть это рекомендация. При численности свыше 200 человек разбить колонну на несколько колонн меньше численности. В каждой шеренге правый фланг занимает ответственность за движение шеренги. Построение тент движения, сохранение порядка, дистанция до следующей шеренги – два шага. В каждой колонне представлен член оргкомитета или другое лицо, отвечающее за построение и движение колонны. Построение тент движения, порядок в колонне, дистанция от впереди стоящей колонны. Чтобы у нас все не превращалось в толпу и кто-нибудь не бежал со своим баннером, вставал где-то впереди, вмешался. Все, выстроились и потом пошли. Каждый знает свое место в строю. И как раз всякие провокаторы тогда очень хорошо видны. То есть, если человек идет в колонне на своем месте, он не сможет никаких провокаций совершить. Но если мы видим, что кто-то начинает фланировать по рядам, то явно это человек, который не склонен к тому, чтобы поддерживать порядок. Дальше порядок шествия. Оргкомитет назначает ответственного за движение, которое подает команду на начало движения, контролирует темп движения головной колонны. По прибытии на место митинга направляет колонны для построения перед трибуны. В каждой колонне может быть организовано звуковое сопровождение, скандирование, музыкальное сопровождение. Но так, чтобы это не мешало другим колоннам. Рекомендуется поддержка скандирования лозунгов, которые предлагаются из других колонн. Тоже это из опыта нашего движения. Одна колонна начинает, другая подхватывает. Но вместе не получается никогда. Потому что одни слышат команду, другие из другой колонны могут уже не слышать. Просто надо чутко реагировать тем, кто будет руководить колоннами, что там кричат, чтобы тоже можно было подхватить. Оргкомитет публикует рекомендуемые для шествия речевки и лозунги. Не допускается произвольное скандирование речевок, которые могут нанести ущерб, репутации участников шествия или нарушают законы. Понятно, не должно быть экстремистских речевок, не должно быть негультурных речевок, в том числе произвольных и истерических криков, как это иногда бывает. Оргкомитет, естественно, и служба безопасности, которая у нас будет, они должны в мягкой форме посетовать тому, кто просто случайно нарушил порядок. Ну а если это не случайно, значит предпринять меры пожестче. Оргкомитет предусматривает меры безопасности, блокирующие действия провокаторов и лиц с неадекватным поведением. При необходимости каждый членов комитета, ответственный за движение колонны и шеренги, может обращаться к другим участникам шествия и ответственным за безопасность. По возможности все конфликты разрешаются без полиции. Тоже такое предложение, тоже из опыта. Лучше мы сами решим внутренний вопрос, чем будем звать полицейских, они там скрутят, еще не поймем кого. Сами потом пожалеем. Порядок проведения митинга. Митинг носит политический характер, музыкальные номера в нем носят вспомогательный характер. Исполнители музыкальных номеров должны стремиться к тому, чтобы они соответствовали содержанию мероприятия. Список выступающих заранее согласуется оргкомитетом. Случайные лица до микрофона не допускаются. Выступления должны быть в целом посвящены главной теме мероприятия, поддержке Новороссии и русского народа. Слово предоставляет ведущий митинга. Также он может между выступлениями давать пояснение и делать объявление. В случае неоднозначного выступления ведущий вправе его прервать или прокомментировать его в содержании после завершения выступления. В конце митинга зачитывается резолюция и предлагается поддержать ее аплодисментами. То, чтобы не было голосования. Основные лозунги. За Новороссию, за русскую власть. За Единую Русь, Россия, Украина, Беларусь. Смерть олигархии. Все. Николай, а мы уже не можем читать. Да, мы не можем читать. Регламент прописать, выступление сколько по времени. А это мы и определимся. Когда мы будем определяться с числом выступать, с тем, кто выступает. А не количество. Конечно, когда регламент самого мероприятия уже будет конкретно. И заявки объединятся. Заявки объединятся. Время опять же скажет, сколько отводов. Да, я должен... Конечно, выступление тоже по опыту. Вот у нас самый лучший митинг был. Когда люди могут уложиться в 3 минуты, выступает 20 человек, у всех динамичная речь. Никто не занудствует. А как только выходит, он 10 минут простоял, провоступал занудным голосом. Поэтому 3 минуты это оптимально. Но можно, можно там 7 минут дать. Кто-то из Новороссии придет и скажет, дайте мне побольше, а там хотя бы 2-3. Ответ, чтобы это ярко было интересно. Да, да. Чтобы не было зануди. Это вот и для ведущего тоже важно. Я считаю, тоже как-то... Смерть олигархи – долой олигархи. Долой олигархи. Не уложено. Да. Что вы не долой олигархи, а долой олигархическую власть? Нет. Я тут слишком. А у нас есть здесь за русскую власть. Да. Поэтому долой олигархи. Тут никто не придет. Я предлагаю сейчас с подписанием не заниматься, потому что на это как раз время у нас есть. Мы еще раз это выставим, еще раз обсудим, там какие-то моменты новые появятся. Но давайте будем считать, если нет возражений, вот это мы долой напишем. Будем считать, что в целом мы приняли как вот такой порядок уже подготовленный. И так, чтобы каждый участник, мы каждого участника отсылали перед тем, как он придет нашествие, прочти, ты что же в этом будешь участвовать. Будешь поддерживать безопасность, сам должен поддерживать порядок и так далее. Все, я тогда в интернете это выставляю.